Книга открытым оком, вопрос 481. Вы говорите, что надо смотреть не на букву, а на духовный смысл. Почему же вы, говоря о поясах, смотрите на букву? Это надо же тоже рассматривать духовно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чтобы что-то рассматривать в духовном плане, нужно сначала рассмотреть его видимым, вещественным, и это иметь как пояс. Если говорим о хлебе духовном, то не отрицаем же хлеб вещественный, так же и о свете, и о жизни. В духовном плане пояс означает правду, а не похвальбу. Ивы 42. Припояшь, как муж чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Притча. 31, 17 стих. Припоясывает силу чресла свои и укрепляет мышцы свои. Исайя 11, глава 5 стих. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина. Исайя 32, 11. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь, и припояшьте чресла. Иеремия 1, 17. А ты припояшь чресла твои, и встань и скажи им все, что я повелю тебя. Им не малодушствуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Лука 12, глава 35 стих. Да будут чресла ваши припоясны, и светильники горящие. 1 Петра 1, 13. Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя совершенно уповательно, подавая ему вам благодать в явлении Иисуса Христа. Ефесянам 6, 14. Итак, станьте, припоясав чресла ваше, истинную, и облегшись в броню праведности. Обычно, когда говоришь о внешних атрибутах, сектанты яростно восстают, уходя в духовные сферы. Зачем борода? Главное – духовно жить. Как будто бы, если человек с бородой живет недуховно, то с потерей бороды духовность к нему возвратится. Иоанн Затаус так не рассуждал. Он был адвокат и хороший математик, и искусно пользовался тем и другим, законом и цифрами. Когда же ему указывали на верующего, говорили, что дает человеку вера, посмотри, какой он что делает. Есть неверующие поступают правильно и хорошо, а верующие поступают плохо, а не жадные и мстительные. На это он отвечал так. У верующего в Бога есть три причины, чтобы быть хорошим. Первое. Ожидание наказания за всякое зло, какой он сотворит, это очень крепкая узда. Второе. Ожидание награды будущих благ, творящим доброе. И третье. Благодать, постоянно помогающая, обличающая, побуждающая совесть, влекущая к раскаянию. И несмотря на это, верующие бывают не таковыми. То что говорить о неверующих, у которых ни одной этой причины нет. О том, что есть плохие верующие, я и без вас знаю. А то, что есть хорошие неверующие, этого сказать не могу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.